сегодня 5 декабря а значит я приглашаю вас на наше пятое занятие живописью сегодня мы нарисуем с вами вот таких снегирей и веточки рябины и так приступаем к изображению первой птички кладем лист вертикально и в правом верхнем углу рисуем вот такую перевернутую каплю это мордочка нашей птички справа добавляем фигуру похожую на морковку это крыло сверху дорисовываем спинку и хвостик а потом добавляем верхняя крылышко на обоих крыльях прорисовываем перья на грудке рисуем вот такие зигзагообразные линии это перышки рисуем глазик и открытый клювик а также перышки на хвостике ниже и левее мы рисуем вторую птичку я нарисовала вот такой зонтик это голова нашего снегиря пририсовываем снизу два овала справа это грудка слева крылышко рисуем клюв он немного приоткрыт перышки внизу головы и перышки на крыльях мы также прорисовываем на голове вот такое пятнышко щечка рисуем глазик и хвостик на туловище мы делаем несколько несколько волнистых линий чтобы показать что грудка имеет мягкие перышки на хвостике тоже также мы рисуем перышки затем прорисовываем ветку на которой сидит наш снегирь и не забудьте лапки которыми птичка обхватывает веточку дорисовываем снег на ветке и внизу несколько грозди рябины теперь мы с вами приступаем к разукрашиванию весь фон мы делаем темно-синим не забывайте сначала обвести наши фигуры а потом закрасить весь фон теперь приступаем к разукрашиванию наших птичек приступаем к разукрашиванию снегиря который у нас вверху спинку крылышки и хвостик мы разукрашиваем фиолетовым цветом обратите внимание у меня потекла краска на крылышке но это не страшно когда мы занимаемся акварельной живописью такие ситуации легко поправим и я вас научу что делать если у вас потекла краска сначала мы берем салфетку и промокаем всю лишнюю жидкость на том месте где потекла краска теперь мы берем кисточку смачиваем ее в воде и размачиваем вот тот место где у нас потекла краска после того как мы размочили краску мы моем нашу кисточку отжимаем воду и сухой кисточкой убираем излишек воды если воды много то этот процесс повторяем несколько раз до тех пор пока у нас не станет вот такое вот сухое место на том на том участке где у нас как раз таки потекла краска даем время просохнуть и это белое пятно закрашиваем той краской которой у нас закрыл закрашен фон все у нас после того как краска просохнет становится однотонный темно-синий фон небольшие следы есть на том месте где мы размывали краску после того как будет высохнет краска мы можем также эти следы немножечко размыть чтобы их не было видно теперь мы с вами продолжаем разукрашивать наших снегирей мы с вами рисуем у второго снегиря голову крылья и хвостик тоже фиолетовыми животик у первой птички и верхнее крыло второй птички мы рисуем серым смотрите значит ветку мы разукрашиваем темно-коричневым красную грудку у обоих птичек также у второго снегиря щечку и гроздья рябины глазки у обоих снегирей черные с маленькими белыми бликами клювы коричневые лапки у снегиря который сидит на веточке мы рисуем цветом охры ветки рябины мы прорисовываем темно-коричневым также и делаем крестики это серединки у наших ягодок на снегу делаем небольшие голубые тени и обводим все наши детали сегодня я все наши детали обводила темно-коричневым цветом добавляем снег и такие вот белые звездочки по нашему синему фону все наш рисунок готов большое спасибо за то что посетили мой урок рисования пока и и и и и и и